Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я бы хотел немножечко объясниться по поводу своего твита, по поводу своей позиции и мнения, потому что в твиттере ты не можешь в полной мере высказать все и как-то эмоционально окрасить свою информацию, свое мнение, которое у тебя сложилось на данную ситуацию по поводу травомана, по поводу его, скажем, контента, по поводу его позиций, его фишечек и так далее. В общем, вот что произошло, если кто не в курсе. Я это видео записываю только потому, что человек называет свой видос «Почему такие люди имеют медийный вес? Травоман осуждает Версута». С одной стороны, человек записал буквально, вот у него 29 минут идет ролик, а в нем сказано про меня буквально, ну, минута и вставка моего твита. Но ролик называется именно таким образом, и, ну, я решил все-таки тоже ответить для того, чтобы просто, ну, немножечко прояснить данную ситуацию. Камя с тегом Форзе, но много кто подписался на эту тему из медийных личностей, захотел, так сказать, выразить свое мнение. И самое запомнившееся для меня – это высказывание Версуты. Вот оно. Мне лично странно это видеть. 9 месяцев назад этот человек пригласил меня участвовать в неравной битве. Это проект, который он ведет на канале Мейнкаст. И 9 месяцев назад у меня был точно такой же контент. Ну, я уверен, что он не приглашает просто каждого любого рандомного человека из контакта, правильно? Он все-таки пишет кому-то, зная, что это за человек из себя представляет. И он четко знал, что есть мой контент, когда звал меня. И я не слышал свой адрес таких слов. Я не слышал свой адрес никакого негатива. Он абсолютно вежливо со мной общался. Вот это я считаю крайним лицемерием и двулечием. И это я осуждаю. А осуждать ли это вам, это уже ваш выбор. Ну, это так. Пища для размышлений. А я предлагаю вам посмотреть на то, как я ухудшаю комьюнити на самом ужасном герое в доте. Который зачем-то был добавлен и очень плохо, что я его пикаю. Ну, по порядочку. Никто не говорит о том, что он ухудшает комьюнити. Я лично не говорил о том, что он ухудшает комьюнити. Я просто говорю о том, что он его не улучшает. То есть, у человека две фишки. Первая фишка это то, что он на Т-части, имея раньше там какое-то, ну, в свое время имел там условные 3000 рейтинга, да. А сейчас имеет сколько у него там? 7000, 6000, 8000. Я не знаю, сколько у него ММР. Но с 3000 он поднялся до достаточно высокого уровня. Вот. В топ там 200, в топ 300 или в топ 100 он входил. Неважно. И второе. Это, кстати, тоже псевдоинформация. Я объясню, в чем ее... Псевдоинформация, в общем, в чем это заключается. И второе, это то, что он улучшает комьюнити. Но это не так. Это я тоже чуть позже объясню. Я не говорил о том, что он ухудшает комьюнити. Возможно, в этом есть какая-то доля. Но мы все так или иначе в чем-то улучшаем комьюнити, в чем-то ухудшаем. Это не важно. Именно суть заключается в том, что он говорит о том, что улучшает комьюнити. Но это не так. Я чуть позже объясню. По поводу двуличия. 9 месяцев назад я его пригласил на неравную битву. 9 месяцев назад я знал, что есть такой человек-травоман. Он там играет на течсе. Он вроде позитивный, веселый парень. Людям вроде заходит нравится. Я его пригласил на неравную битву. То, что спустя 9 месяцев я его в Твиттере назвал мудилой. Что, это делает меня двуличным? Это, знаете, как будто бы мы на протяжении этих 9 месяцев дружили. Мир, дружба, жвачка. Общались очень много. И тут ни с того ни с сего я там вдруг решил что-то про него там высказать. Во-первых, я ничего прям такого сверх страшного у себя в Твиттере не написал. Он с такими вот эмоциями все это преподнес. Как будто бы он до глубины души во мне разочаровался. Ну, как ты можешь вообще во мне разочаровываться, если мы даже толком-то и не знакомы? Ну, 9 месяцев назад я к тебе плюс-минус так же относился, как сейчас. Сейчас я тебя не позову на неравную битву, потому что у меня такое вот отношение к твоему контенту. Но тогда такого отношения не было, потому что ты и не имел особо никакого веса в комьюнити. То есть ты тогда только-только начинал заниматься тем, чем ты занимался. Поэтому про двуличие здесь говорить я вообще не понимаю, как вот это можно связать с двуличием. Но нужно уже было что-то придумать. Вот на что ума хватило, то и придумал. Теперь давайте разбираться вообще в принципе по поводу всего. То есть что такое течис, насколько прикольно играть с ним в команде и против него в команде. И второе это вот как раз таки сам травоман. Для начала я бы хотел разобраться с течисом. Что такое течис? У меня мнение о течисе кардинально сильно изменилось в тот момент, когда у меня там чуть ли не в каждой второй игре течисы. За меня, против меня. Люди еще прочухали, что у меня горит с этого жопа. Начали его еще больше пикать. То есть там какие-то хейтерки подтянулись. О, Версута, давай-ка я возьму течиса, чтобы у него жопа погорела. Вот понятно, что когда я понял, что ребята это делают специально, я вообще перестану. Я просто перестал как бы на это реагировать. Но суть не в этом. Суть в том, что что такое течис? Для большинства людей течис это в первую очередь ассоциация с тем, что игра сейчас превратится в полнейшее говно. То есть вы будете час, либо час мучиться и выиграете, либо час мучиться и проиграете. И при том в большинстве случаев от вас даже ничего не зависит. То есть как против течис, когда вы играете, от вас ничего не зависит, так и когда с течисом играете, ничего не зависит от вас. Потому что если вы играете с течисом, и противник нормальный, адекватный, он не будет гореть, лететь, сломя голову, взрываться на этих минах, он будет ставить нормальный вижн, сентри, накупит нужные артефакты, еще и пикнет на стадии драфта нормальных героев, то все равно быстро выиграть не сможет, но выиграет. А если играете вы с течисом, вы попадаете в ту же ситуацию, но только... Короче, дота полностью ломается при помощи одного героя. И кто-то скажет, Арен, но этот герой в доте доступен, почему ты осуждаешь игру на течисе? Короче, объясню. Есть вот недавно была система с жетонами, да? Было два рейтинга. Вот представьте, такого, наверное, никогда у вас не было, да? Что за вас попадается человек, у которого мейн рейтинг – кор. А он пришел, ну, жетоны пофармить на суппорте. Он делает что-то незаконное. Ну, типа, тебе не нравится, как он играет? Ну, репортни человека. А что ты на него вообще горишь? А что ты на него вообще негатив какой-то высказываешь? Ну, парень жетончики пофармил, ну, подумаешь. Что такого? Система позволяет? Позволяет. Ну, это примерно то же самое. Система позволяет пикать течису? Пикаю. То есть, спекуляция чем-то, что якобы не является, ну, чем-то незаконным, да? То есть, это же не читы какие-то. Он просто взял течису, да? То есть, вроде ничего незаконного не делает. Ну, тот человек тоже ничего незаконного не делает. Просто взял, ну, и жетоны пофармил. А что? У его мейн рейтинг – это кор. Чего ему вообще париться о суппорт рейтинге? Какая ему разница до других людей? Правильно? То есть, то же самое. Речь же идет о том, что у тебя же должно быть какое-то, ну, как это сказать, понимание того, насколько другим людям комфортно. Девяти людям портишь игру. Девяти людям. Люди, которые за тебя не в восторге от течиса. И против тебя люди не в восторге от течиса. А теперь сюда еще добавьте то, что человек говорит о том, что он улучшает комьюнити. Мне вот интересно, а каким образом вообще улучшается комьюнити? Ты провоцируешь людей на агрессию, а потом на фоне вот этих людей, которых, в принципе, не так уж сильно-то и провоцировать надо, да? Дотеры у нас, ребята, горелые. На фоне этих ребят выглядишь таким вот обалденным, хорошим мальчиком. И ты думаешь, ты такой самый умный, что вот все будут на это вестись. Ну, люди-то не дураки. То, что мой твит стал таким, ну, типа, популярным с точки зрения лайков, ретвитов, там, и ответов, говорит только о том, что я прав. Меня люди никогда просто так не поддерживают, потому что я в свое время заработал репутацию, там, неадеквата, человека, который рейджи, там, и так далее. Сейчас каждый второй, наверное, думает, что я, ну, типа, тот же дурачок, который был, там, в 2012-м, 2013-м, там, в 2015-м, в 2020-м. О! А я уже, как бы, не тот дурачок, но, тем не менее, у людей я репутацию такую заработал. Я пожинаю то, что я пожинаю. Но я, как минимум, хотя бы не выставляю свои рейджи чем-то возвышенным. Я рейджил во благо людей. Чтоб ты, дурачина, смотрел на меня, на придурка такого, и такой, типа, не, я таким не буду, не-не-не. Ну, я хотя бы не преподношу это как что-то благое, хорошее для комьюнити. Зачем? Ну, то есть, в этом весь месседж. Вся суть заключается в том, что человек думает, что он самый умный. Я буду себя вести. И при том, он уже начинает переходить просто границы. То есть, это уже какая-то охота на ведьм начинается. То есть, если в игре даже не будет ни одного человека, который его как-то спровоцирует, Вот представим ситуацию, что у человека кончится контент из серии. Никто не будет трындеть, там, гореть на его течиса, на его минера. Ведь вся фишка его стримов заключается в том, что на него люди начинают гореть. Он провоцирует как про игроков. Чем выше медийность человека, которого он спровоцировал, тем круче у него контент. Он на этом, по сути, и поднимает просмотры. Вот на меня там сгорел такой-то профессиональный игрок. Вот на меня там сгорел такой-то игрок. Вот на меня... Если он скажет, вот на меня сгорел какой-то бомж там с 2к ММР. Простите, бомжи на 2к ММР. Или вот на меня сгорел какой-то бомж на 9к ММР. Простите, бомжи на 9к ММР. Просто все, что ниже 9500 бомжи, вы уж понимаете. Никто на это не будет... А вот если вот на меня сгорел там какой-то про игрок, это контент. То есть, рано или поздно, как бы... Если бы не было бы связи с какими-то медийными личностями, то, что он им жопы поджигает, у него бы контента как такового не было. То есть он просто фактически провокатор и транслирует то, чтобы другие люди тоже были провокаторами. В каком месте ты добродетель? Я не то, чтобы там осуждаю подобное. Ну, если ты можешь заставить сгореть какого-то проигрока у себя на трансляции, он знает, кто ты такой, он ведется на тебя, то он дурында в первую очередь. Поэтому я их не то, чтобы защищаю и не то, чтобы осуждаю твой контент. Я осуждаю то, как ты преподносишь этот контент. Ты не улучшаешь комьюнити. Не то, чтобы ты его ухудшал, но ты и не улучшаешь. Вот об этом речь. С Течисом разобрались, с Травоманом разобрались, о моей двуличности разобрались. Я думаю, в принципе, на этом все. Если будут еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. Запишу еще что-то. Всем удачи, не болейте и пока-пока.